В 1941 году Гитлер развернул военные действия на поступках к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября кольцо вокруг города на Неве сомкнулось. Во время блокады сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник на протяжении 872 дней бомбардировал и обстреливал город. Самый тяжелый период – с декабря по февраль первой блокадной зимы. За три месяца умерло несколько сотен тысяч человек. Сегодня историки считают, что общее число жертв блокады – полтора миллиона. 18 января 1943 года блокаду прорвали, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. В ходе Ленинградско-Новгородской операции 27 января 1944 года советские войска полностью сняли фашистскую блокаду Ленинграда. Теперь эту дату отмечают как День воинской славы России. Я не знала раньше, что вот такое маленькое количество хлеба было на целый день. Это очень мало. Сейчас доступно все, что угодно. И такая еда, и сякая. А раньше только кусочек хлеба на целый день. Я считаю, что это были очень страшные времена. К памятной дате в Клубе здоровья Центра внешкольной работы прошла акция «Блокадный хлеб». Участники городского отделения движения «Волонтеры Победы» и Военно-патриотического клуба «Победители» подготовили для ребят тематические стенды, а также провели экскурсию по выставке в Музее военно-исторической миниатюры. Волонтеры и руководители музея рассказали гостям о блокаде Ленинграда, о военном периоде Сарова, а также показали различные экспонаты эпохи Великой Отечественной войны. Узнал как раз таки о том, что происходило во время блокады Ленинграда, что производил наш город Саров и Нижний Новгород в свое время, и о том, какие трудные времена были в то время тоже. Больше всего интересно было, как людям жилось там, в Ленинграде, в то время как раз таки. Там все-таки была востребованная ситуация, и город зажали, и было им сложно. В рамках акции участникам выдали талоны и свертки со 125-граммовыми кусочками хлеба в напоминание о тех страшных днях обороны города на Неве. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.